Заседание, которое посвятили обсуждению итогов туристического года после Олимпиады, открыл руководитель Федерального агентства по туризму. После Игр-2014 Сочи пережил один зимний и два летних туристических сезона. Олег Сафонов подчеркнул, вопреки ожиданиям, как это было в других олимпийских столицах, интерес к Сочи со стороны туристов никуда не исчез. Этот год, это мнение нашей Федерального агентства по туризму и туроператоров сочинских, оно является, по мнению туроператоров, самым лучшим за 15 последних лет. Это очень важно, это говорит о том, что стратегия, которая выбрана и которая реализуется, развитие внутреннего ежедневного туризма, она дает свои результаты. За прошедший год Сочи посетило более 4 миллионов туристов. А в секрет успеха – хорошо развитая инфраструктура. Немаловажно, удобная и комфортная не только для отдыхающих, но и местных жителей. Конечно, важную роль в развитии российского туризма, считают эксперты, сыграла и девальвация рубля. Россияне стали выбирать отдых внутри страны. Растут и иностранные въездные потоки. Город Сочи стал еще популярнее, к нам поехали иностранцы. Все говорят, что в Сочи дорогой курорт, на самом деле в Сочи нет дорогой курорт. Тот, кто заранее покупает сюда билеты, бронирует гостиницы, они по нормальной цене приезжают. Кто-то приезжает на Абул в последний момент. Конечно, им достается самое дорогое, либо какое-то некачество. В Сочи благодаря Олимпиаде стал круглогодичным курортом, отмечают эксперты. Этой зимой в Сочи отдохнуло более 800 тысяч туристов. Уже сегодня анализируя глубину бронирования и продажи отелей горнолыжных курортов на предстоящий зимний сезон 2016 года. Можно говорить, что востребованность номерного фонда составляет более 80%. Конечно, как это и положено на экономическом форуме, на заседании обсуждали и инвестиции в отрасль. Выгодно ли инвестировать в туризм? Эксперты дают однозначный ответ. Выгодно. И Сочи тому отличный пример. Еще одно подтверждение. Наряду с сельским хозяйством, эта отрасль даже в период кризиса показала высокие темпы роста.